Гениальный режиссер, создатель самого скандального театра столицы и сердцеед. Страсти вокруг Юрия Любимова закручивались вихрем. Он уводил любовниц у Берии и Сталина, а сам по совам перед женскими капризами. Я только сейчас поняла, что вы подкал лучник. Конечно. Ради него женщины бросали мужей и без оглядки жертвовали репутацией. Это было, конечно, трудно. Я сказала, что я полюбила другого человека. Но чем он жертвовал ради женщин? Почему первая жена Любимова сбежала от него в Грузию? Приносила в жертву свою честь, чтобы спасти своего любимого человека. Каким образом в стране, где не было секса, режиссер умудрялся крутить любовь на троих? Юрий Петрович увлекся и по слухам увлекся обеими сестрами. Откровение любовниц Юрия Любимова. Как режиссер распределял главные женские роли в своем театре? Я никогда не ходила в его кабинет, никогда не просила ни ролей, ничего. Борьба жен, любовные интриги и интимные тайны самого смелого режиссера в СССР. Вот, пожалуй, все. А дальше вы кусочки, фрагменты увидите сами. Возьмите инструменты и начинаем работать. Прошу, приступите к репетиции. Строгий, классный, авторитарный. Таким предстает на кадрах кинохроники легендарный Юрий Любимов. Юрий Петрович Любимов – это, конечно, герой нашего времени. Рядом с ним не просто звезды. Настоящие легенды – Высоцкий, Золотухин, Смехов и десятки юных актрис, которые мечтают об одном. Вот сейчас он посмотрит на меня. Все влюблялись в него. Все сидели с замиранием сердца. Серые глаза, горящие плечи. И с такого сложения он спортивный. Каждая вторая актриса театра на Таганке ждала персонального приглашения режиссера в личный кабинет. Именно там Юрий Любимов распределял роли и решал дела сердечные. У него много было любови. Он был такой душка. Он был такой невероятного обаяния человек. Говорят, что у Любимова был фирменный режиссерский прием. Сидя в зале, он пользовался фонариком, чтобы задавать ритм репетиций и оценивать игру актеров. Он выбрал военный фонарик. Там фильтры менялись. Красный, зеленый и белый. Вот если зеленый, значит, хорошо играете. Белый – так средний, а красный – глаза моим не видели. Но это официально. А на самом деле у Любимова был еще и тайный язык знаков, который нам раскрыла одна из любимых женщин режиссера. Зеленый, красный и два зеленых. Опять же, надо встретиться. Елена Корнилова была многолетней любовницей Юрия Любимова. Она выдерживала конкуренцию с другими актрисами, с властной супругой режиссера Людмилой Целиковской. Но проиграла неожиданной сопернице – иностранной журналистке, которая буквально изменила ход истории. Как на войне. Убивай или убьют тебя. Тогда вступают в силу законы скандала, законы войны. Жены, многочисленные любовницы, готовы были драться за право обладать Юрием Любимовым, но победа досталась только одной. Той, о роли которой спорят до сих пор – спасла или погубила. Редкие кадры. Май 1988-го. В Шереметьево встречают Юрия Любимова, который вернулся в Советский Союз после вынужденной эмиграции. В 1984-м году его лишили гражданства СССР, и несколько лет режиссер мотался по всему миру. Он приехал с другим человеком, он приехал уже с другой женой. Наследняя жена мастера – венгерская журналистка Каталин Кунц. Когда они встретились, Юрий был женат, а Каталин замужем. Но оба ушли из семей. Этой любовной связи не помешала ни 30-летняя разница в возрасте, ни разница в менталитетах. Я же поняла его человеческие достоинства, как он разговаривал, как он вез себя. И, конечно, меня это завоевало. Каталин обвиняли в чрезмерном влиянии на супруга. В том, что именно она вывезла любимого из СССР и рассорила режиссера с актерами театра на Таганке. Народным артисткам кем-то она говорила очень грубые вещи там. Типа, вы, корова, уберите ваш уже там всякие слова. Ей звонили, угрожали. Требовали оставить любимого в покое, убраться из страны. Сама Каталина долгие годы молчала о личной жизни с маэстро по вполне объяснимым причинам. Вижу на столе бумажка, открываю. Венгерская дрянь, скажи, сколько твой муж еще хочет жить. Долгие годы ее окружал скандальный ореол. Но находились и те, кто не сомневался в том, что для Юрия Любимова именно она стала идеальной супругой, благодаря которой он дожил до весьма преклонных лет. Благоухал парфюмом. Он по-прежнему восхищал женщин в 90 с лишним лет. И это все заслуга Каталины. Близкие уверяют, несмотря на предыдущие романы, сам Любимов предпочитал говорить только об одной женщине в своей жизни. О Каталине. Но есть и те, кто называет эти слова ложью. Так кто же владел сердцем режиссера? Кого из своих многочисленных жен и любовниц режиссер любил по-настоящему? Поздней осенью 1949 года молодая женщина с ребенком в коляске гуляла в центре Москвы. Вдруг навстречу ей из неприметного здания вышел мужчина Лаврентий Берия. Он улыбнулся женщине, как хороший знакомый. И этот Лаврентий пал и встретился. И говорит, кто это у тебя? Она говорит, сын, как назвали? Говорит, Никитой. И он тут в гнев пришел и закричал. Ну почему Никита? Всесильный нарком госбезопасности продолжал возмущаться. Как ты могла назвать ребенка, не посоветовавшись? Случайные свидетели этой сцены были изумлены, ведь женщиной, вызвавшей гнев Берии, была молодая жена актера Юрия Любимова. Хрупкая и миловидная Оленька Ковалева с юности поражала окружающих особым, нездешним шармом. В конце 30-х начинающую балерину пригласили в коллектив НКВД. А вскоре в ансамбле появился эффектный молодой актер, которому сразу отвели роль конференсья. Юрий Любимов. Ничего, я парень горячий. Он был необычайный, я не могу даже назвать за слово красоты. То есть вот такой был настоящий какой-то вот мужчина. Пройдет всего несколько дней, и в гримерку хорошенькой танцовщицы он принесет букетик цветов. Юрий уже собрался рассказать Оленьке о своих чувствах, как вдруг в дверь без стука зашел мужчина и положил к ногам Ковалевой роскошные розы. Смущенный Юрий успел спросить курьера, от кого? Тот шепнул, от Берии. Была ли ваша мама, я сужду вопросов, любовницы Лаврентия Павловича? Не знаю, может, все может быть. Они же не все рассказывают. Но слухи, что за красавицей балериной ухаживает сам Берия, в ансамбле ходили несколько лет. Но чем закончилось это противостояние любимого и всесильного наркома? Юрия Любимова до сих пор называют одним из самых скандальных режиссеров СССР. Он не боялся эпатировать публику. И грубить партийным чиновникам. Каждый спектакль заканчивался тем, что его закрывали. И шел разговор о том, чтобы сменить в театре художественного руководителя. Он позволял себе невероятные эксперименты. Здорово. Вдруг остановить действие и сказать, что такое от себя в зал. Там вы бараны. И с яростью защищал опального артиста Владимира Высоцкого. Именно Любимов сделал из заурядного актера, которого не замечали режиссеры, настоящего гения. Быть или не быть? Вот сам вопрос! Сколько Любимова сделал для того, чтобы, извините меня, Высоцкий просто жил, так сказать, да, и оставался жив. До того, как попасть на Таганку, молодой актер не мог прижиться ни в одном театре. Его голос и манеры считали странными, а любовь к выпивке чрезмерной. Володя очень хотел сыграть Гамлета. Он его умолял. И вот Юрий Петрович очень много с ним возилось. Очень много часто его ругал, когда у Володи были срывы. Что за этим стоит совсем? Целая эпоха, полвека, сколько слез, сколько рыданий, сколько характеров. Для него это всегда была очень грустная история, когда он должен был бы спасать его очередной раз, вытаскивать из запоя. Режиссер дал раскрыться гением Валерия Золотухина. Николая Губенко, Аллы Демидовой про любимого говорили, что у него вообще чутье на таланты. А сколько талантливых актрис успели побывать в его постели, а в этом перешептывались за кулисами. Там были такие девицы, которые прям открыто заявляли свои претензии, несмотря на то, что у человека жена и дети. Сам властный и энергичный, режиссер предпочитал таких же сильных с характером женщин. При этом ему необходим был дух соперничества. В своей борьбе за женское внимание Любимов не останавливался ни перед чем. Даже перед фамилиями, которые обычные граждане предпочитали произносить шепотом. Его первой женой стала балерина Ольга Ковалева, которой приписывали роман с самим Берией. Любимов с супругой жили в квартире на Котельнической набережной, которую балерине помог получить всесильный покровитель. Тот же Лаврентий Павлович, кстати, этот ордер подписывал. Я ввел ордера, значит, где стоит его под Лаврентий Берией. Казалось, их жизнь складывалась как нельзя лучше. Юрия пригласили работать в знаменитый театр Вахтангова. Ольга родила ему первенца сына Никиту. Все рухнуло мгновенно в один день. Она взяла сына и уехала на Кавказ. И потом, когда уже вернулась, в общем, со всеми отношения сошли на нет. Она вышла замуж за Юрия Силантьева и была счастлива в этом браке. Что стало причиной разрыва? Почему молодая женщина с младенцем на руках вдруг сбежала от мужа? В насквозь пропитанной слухами театральной среде рождались домыслы. Якобы Никита не родной сын Любимого. От отца ничего не взял ни внешности, ни талантов. Он же не стал режиссером, актером даже не стал. Отчего бы это? Коллеги Любимого с усмешкой обсуждали. Берия не признает отказов в близости. И якобы был настолько настойчив, что Оленька ему уступила. Господи, спаси, помоги нам Божие. Хрест наш донести. Вот так старший сын Юрия Любимого выглядит сейчас. Он действительно не нашел себя ни в актерстве, ни в музыке, ни в поэзии, которыми пробовал заниматься. Живет очень бедно, а за наследство отца даже не боролся. Про таких говорят не от мира сего. Но стоит посмотреть на стать, на эти кустистые брови, и все сомнения отпадают сразу. Ну, еще и комик, что-то. Кроме того, что я трагик, я еще и комик. Потому что у меня папа же и такой секунь. Такой-секой отец жизнью своего единственного сына не интересовался. Его куда больше занимались страсти, которые разгорались на таганке. Этот театр не зря называли сексуальным нервом Москвы. Куляка Любимов сплотил вокруг себя актеров, которые тоже отличались свободными взглядами на отношения. И не сольва меня манила, и не золотая жила. Похождение Высоцкого в начале 70-х обсуждал весь Союз. Роман с Мариной Владе стал самым громким событием того времени. Друзья, давайте пойдем куда-нибудь. Выпьем кофе. Ради колдуни из Франции Высоцкий бросил жену, которая родила ему двух сыновей, и любовницу Татьяну Иваненко. Там же в таганке не кричали любимого. Ему все можно, у него там то, у него все. У него Марина Владя, а мы чем хуже-то? На самом деле коллеги по театру не отставали. Валерий Золотухин был женат на первой красавице таганки Нине Шацкой, но изменял ей с каждой юбкой. У него не прекращалась любовь к женщинам. Она не прекращалась. Я думаю, живем он сейчас, у него была, может быть, еще и другая какая-то любовь. В отместку Нина закрутил роман с женатым Леогидом Филатовым. Свои отношения они скрывали несколько лет. Если бы не давал поводов, я бы никогда бы не ушла. Никогда бы не ушла из семьи. Никогда. Никогда. Ну, поводов было очень много. Свободные нравы в самом либеральном театре Советского Союза. То он этому задавал, конечно, сам руководитель, Юрий Любимов. О втором браке Юрия Любимова до сих пор ходят легенды. В театре имени Вахтангова вместе с Любимовым служили две сестры. Галина и Лариса Пашковой. Обе были отменными красавицами. А Галина составляла конкуренцию любимица самого Сталина Людмиле Целиковской. Актеры тогда даже разделились на два лагеря. Пашковцев и Целиковцев. И между ними даже были такие потасовки, скажем, как между болельщиками. И вот в этот треугольник вписался Юрий Любимов. Откуда вы знаете, что я Ирин? Вас знают дети всего Союза. Галина Пашкова прославилась на всю страну, сыграв на сцене Любу Шевцову из молодой гвардии. Галина Алексеевна – блондинка. Очаровательная. С чудной фигуркой. Веселая. Галина забрасывала Юрия любовными записками. Обожала тайные свидания. Во время спектакля забегала в гримёрку и шептала ему на ухо горячие слова признаний. Значит, у них была семья, если они жили вместе. А может, они были и не в гражданском браке. Это, так сказать, тайна их жизни. Совместная жизнь с Галиной принесла любимого много сюрпризов. Главный – в виде младшей сестры Ларисы Пашковой. Лариса была полной противоположностью старшей сестры и внешне, и внутренне. Глубоко чувствующая, рассудительная брюнетка. В умном и образованном любимове ей виделась родная душа. За разговорами о литературе и театре они не замечали, как плавно перемещались в спальню. Юрий Петрович увлёкся и, по слухам, увлёкся обеими сёстрами. Даже, как говорили, там был период, когда они жили втроём. Ходили сплетни, что этот странный роман целиком зависит от расписания репетиций. Если Галина на сцене, значит, Юрий с Ларисой. И наоборот. Ситуацию осложнял только один факт. И Галина, и Лариса на тот момент состояли в официальных браках. Мало того, замужние сёстры и не догадывались. Любимов давно влюблён в ещё одну женщину, за обладание которой был готов спорить даже со Сталиным. Её ведь не любят? Ну-ну-ну-ну, не забудем-ка. Не забудочка! Точно, вспоминайте, Лагашель. Жан, я вас никогда не забуду. До того, как достаться любимого, Людмила Целиковская успела четырежды побывать замужем. И это неудивительно. Она была не просто красавица, а женщина-легенда. Лучше я стану старой девой. И попаду прямо в рай. К святому Петру. А святой Петру скажет мне, где живут холостяки. Фильмы с Целиковской крутили на передовой. Её образ настолько полюбился бойцам, что с её именем они шли в атаку. Ну, если писали там за Сталину, за Целиковскую, на самолётах, на танках, то вы представляете, что это такое. Ну да, в человеке ведь главное не красота, а ум. И даже скорее не ум, а симпатия. И даже скорее не симпатия, а просто, чтобы он нравился. Вокруг Целиковской постоянно велись поклонники, причём самого высокого ранга. Шли разговоры о её близких отношениях с Анастасом Микояном. А затем с младшим сыном Сталина. Я был как раз в Сочи, когда там был Василий Сталин. Я был когда женат на другой даме, на балерине. И я знаю всю эту историю. В 1959 году на руках Людмилы Целиковской умер любимый муж, архитектор Каро Алабян. Актриса была безутешна. Но в этот момент рядом оказался друг. Преподаватель Щукинского училища Юрий Любимов. Потом Людмила скажет, Юра оказался единственным человеком, кто был способен разделить со мной горе. И только после этого, спустя год, они сошлись. Но у них, видимо, всегда были добрые дружеские отношения. Так звучит официальная версия их сближения. На самом деле их любовная связь длилась намного дольше. И последний муж, которого так горько оплакивала Целиковская, даже подсылал к любимому чекистов с угрозами. У нас же со мной романы были. А он был в близких отношениях с Микояном по армянской линии. Меня даже некоторые товарищи предупредили при выходе из театра, что давно не били. Поговаривали, что их роман начался еще в самом начале 50-х годов. Как раз в разгар любовной связи Любимова с сестрами Пашковыми. Страсть к режиссуре, в том числе и собственной жизни, Юрий проявлял с юности. Целиковская стала главной женщиной в его судьбе. Благодаря ей актер Любимов стал руководителем легендарного театра и состоялся как режиссер. Вот только сам Юрий отказывался признавать роль своей третьей жены, с которой он обошелся, вовсе не по-мужски. Я люблю вас больше всего на свете. Не странно ли это? Это была пара на загляденье. Брутальный Юрий Любимов и нежная красавица Людмила Целиковская. Наш ответ – заграничный Марлен Дитрих. А сифочка – это я. Мало кто знал, что влиятельная актриса круто изменила жизнь своего мужа. Еще вчера Юрий был рядовым актером и преподавателем сценического движения, но вскоре уже пробовал свои силы в режиссуре. А спустя четыре года стал художественным руководителем Московского театра драмы и комедии, будущей легендарной Таганки. Теперь надо браться за жизнь по-хозяйски. Руки чешутся. Благодаря, конечно, усилиям огромным Людмилу Лосиновне Целиковской, которая была тоже бесстрашным бойцом совершенно, у них не было чувства страха, я до сих пор боюсь милиционеров. Они ничего не боялись, это потрясающие люди были, даже удивительно. Недоброжелатели всю жизнь будут попрекать любимого, что его Люся сделала для создания театра на Таганке больше, чем он сам, да и вообще смогла полностью подчинить мужа себе. Интересно, что сам режиссер с этим не спорил. Я говорю, Юрий Петрович, вы знаете, я только сейчас поняла, что вы подкаблучник. Так, конечно, ты только не рассказывай никому, еще какой, и горжусь этим. Она решает все вопросы. Я могу заниматься только своим делом. Знаешь, как это удобно. Со стороны брак любимого и Целиковской казался почти идеальным. Целиковская была уверена в чувствах своего мужа. И там у Люси был человек в коллективе. Она следила. Она всегда была внимательна очень. Если к нему кто-то подошел, кто-то больше пяти минут поговорил. Или просто сама пошла в кабинет. Люся, это самое, хихикала на дать. Она не могла и представить, что долгое время Любимов вел двойную жизнь. А ее соперница имела все шансы увезти его из семьи. Ведь связь режиссера с этой актрисой продолжалась почти 13 лет. Подробности своего романа с режиссером Елена Корнилова скрывала долгие годы. И только сейчас готова рассказать все, как на духу. Ну, вот что-то пробежала, какая-то искра. Я вот ходила по сцене, играла роль Люси. Он сказал потом мне, говорит, у меня как молния пробежала между нами. Он говорит, я думала, что сейчас взорвется что-нибудь. У Елены Корниловой не было никаких иллюзий. Она, в общем-то, никогда не добивалась каких-то главных ролей, пользуясь расположением режиссера. Велась очень скромно. Именно своим бескорыстием Елена покорила сердце Любимого. Когда другие требовали от него главных ролей, Корнилова просто теряла голову от нахлынувших чувств и делилась этим с самыми близкими подругами. Актрисы Ульяновой, она, ну как, как мужчина-то, как? Я говорю, ой, не знаю. Когда он кладет мне в руку на плечо, я забыла, я теряю сознание. Публичность отношений с Любимовым не сулила Корниловой ничего хорошего. На ее месте мечтали оказаться многие актрисы-таганки. А там были красавицы, как на подбор. Нина Шацкая, Синаида Славина, Аладимидова, Наталья Сайко. Вознесенский, то есть его эпиграмма, шутка. Все богини, как поганки, перед бабами-стаганки. Они меня ненавидели, но виды не показывали пока. А там уже, когда был вопрос вроде более серьезный, через какое-то время уже. То там уже звонили, влюлюкали. Было сложно. И вскоре на новые увлечения мужа обратила внимание его законная супруга Людмила Целиковская. Возле скандала Любимов пообещал жене разорвать связь с Корниловой. И действительно, некоторое время с ней не общался. Но потом ему стало не в моготу. В 1973-м театр на Таганке гастролировал в Алмате. После грандиозного приема, устроенного местной публикой, труппа собиралась домой в Москву. И вдруг он убегает, и тут мы все грузимся актеры, а он берет мои чемоданы и несет к этому, к автобусу. И все замерли, да, это как стоп-кадр в кино. По прилету в Москву Любимов прислал Корниловый букет цветов и записку. Женюсь. Давай попробуем. Я говорю, я не хочу. Ну, разве я могу сторонить свой уровень интеллекта с уровнем его жены? Нет. Потом ему нужна властность. Я растеряюсь. Я такой человек. Нет, я не смогла бы. Я отказалась. Брак Любимого с Целиковской в этот раз выстоял. В других поклонницах, если они и были, Людмила не видела угрозы. Брак Любимого с Целиковской закончился вовсе не по вине актрис театра на Таганке. Брак Любимого с Целиковской закончился тем, что в середине 70-х годов театр на Таганке выехал на гастроли Тудапешт. С тех гастролей в 1976-м Любимов вернулся окрыленный. «Венгры приглашают меня ставить спектакль по Достоявскому», – поделился он радостью с женой. Излишняя восторженность мужа показалась Людмиле подозрительной. Плюс ко всему, на пальце у Юрия сверкал золотой перстень, украшенный черным камнем. Она ее спрашивает, это что такое? Сколько, кстати, кольцо-то надела? А это мне подарили. Вот, носите. Она говорит, ну дай посмотреть, дай посмотреть кольцо-то. Он дает ей кольцо. Она посмотрела, встала, подошла к мусоропроводу и выбросила его туда. Любимов хлопнул дверью. Целиковская ожидала, что, как обычно, он вернется с извинениями. Но в этот раз все пошло не так. Они неделю не разговаривали. Целиковская поняла. Образ таинственной незнакомки не выходит у мужа из головы. И она ничего не может с этим поделать. Каталин, да. Она очень сильная и очень хваткая женщина. И она жила далеко. Ее не так достанешь. В 1993 году страну потрясло громкое событие. Легендарный театр на Таганке раскололся. Актеры выразили недовольство своим бессменным руководителем Юрием Любимовым. Я утверждаю, что вы лжец. Вы прокляли все лучшее, что было в этом коллективе. Вы растоптали и предали этот коллектив. Во главе недовольных встал Николай Губенко. Тот самый, которого Любимов буквально вырастил как актера. Кто хихикает там из-под тишка, злобно отплевываясь от солнца? Вот то, что Губенко позволил себе публично такие слова оскорбления, это я считаю до сих пор, что это неправильно. Многие обвиняли в этом скандале не самого Юрия Любимова, а его третью жену, венгерскую журналистку Каталину Кунц. Противники считали, что она разрушила брак режиссера и Людмилы Целиковской, потом прибрала к рукам и театр. Любимова называли подкаблучником, а Каталину злым гением. Всегда нравились женщины с сильным характером. Понимаете? И ничего не мог с собой сделать. Они познакомились в 1976 году. Женщина с сильным характером жила в центре Будапешта. Каталин Кунц писала статьи об искусстве и была замужем завидным венгерским ученым. А Любимов приехал с театром на гастроли. Это было действительно очень спокойное, хорошее, во всяком отношении к обеспеченной жизни. Но, видимо, небеса готовили что-то другое. Ему было почти 60, ей 30. После отъезда Любимова из Венгрии Каталин сама засобиралась в Москву. Юрий тут же вызвался устроить ей экскурсию по Москве, о чем предупредил жену Людмилу Целиковскую. И он пришел домой в полдвенадцатого. И вот тут, когда он пришел, вот как она это все прочувствовала, как она это все решила, что это вот надо ставить точку. Хрик все-таки как-то не в нашем стиле. И я ничего плохого о Людмиле не могу сказать. Конечно, это было бы для нее горе больше. Что она в летах уж была. Да мне это было я уже. Вот без пяти минут пенсионер. Людмиле Целиковской уже исполнилось 60 лет. Она растеряла былую красоту. В спектаклях ее задействовали мало, потому что актриса посвятила себя администраторской работе в театре супруга. Зрители почти забыли о ней. И развод стал для Целиковской настоящим предательством. Теперь любимого постоянно видели в компании Каталин. Деятельная журналистка отодвинула его бывшую супругу на задний план во всех смыслах. Делами Таганки теперь тоже занималась новая муза режиссера. Каталин человек абсолютно западный. Она ненавидит бардак, грязь физическую. Вот она, например, просила не бросать окурки. Она стала врагом, конечно. И случайно, когда весной 79-го Каталин возвратилась на родину, многие на Таганке вздохнули с облегчением. Пошли слухи, что Любимов дал ей отставку, и она улетела в Будапешт зализывать раны. Как же они ошибались. Когда я убедилась в том, что я жду ребенка, он очень обрадовался, но сразу сказал, что только мальчик. И тогда я спросила, а имя какое? Только Петр. Каталин не доверяла советским клиникам и хотела родить именно в Венгрии. В то время театр на Таганке гастролировал в Грузии. Любимов безуспешно пытался дозвониться до Будапешта и страшно переживал. И разговаривать и соединить Будапешт и Тбилиси как раз помогал Володя Висоцкий. Потому что его обожали телефонистки. Сначала чиновники долго не пускали Любимого за границу к новорожденному сыну. Затем искусственно создавали сложности для приезда жены в Москву. В результате семья жила на две страны. А давление сверху на Любимого лишь усиливалось. Многие так вот там наверхах, всякие Гришины, всякие в Министерстве культуры считают, что это антисоветский театр. Не пославляет нашу Родину. Чтобы чаще видеть жену и сына, Любимов выпрашивал командировки на Запад. В 1984-м он ставил спектакль в Лондоне. В то время в небе над СССР сбили пассажирский лайнер из Южной Кореи. У Любимого сдали нервы. И в интервью газете «Тайм» он обрушился с критикой на советские порядки. Чиновники из Москвы, много лет терпевшие выходки режиссера, такого простить не могли. Они потребовали, чтобы я бросил работу и в 24 часа вернулся. Любимов понял, что возвращение в Москву поставит крест на его карьере и на личной жизни. Вы представьте, вот так 16 лет, театр, который громыхает на весь свет, билетов не достать, а ему все время по шапке да по шапке, по шапке да по шапке. Сказал, пошли вы к счету. Это так называется. И уехал. Так Любимов оказался в вынужденной эмиграции, а у его семьи началась кочевая жизнь. Несмотря на солидный возраст, режиссер продолжал ставить спектакли по всему миру. Всегда и везде рядом с ним была Каталина. Эмиграция, это во многом пошла в пользу русской культуры, потому что Юрий Петрович в основном ставил классики русской культуры, музыкальной культуры и писателей, поэтов. Спустя 4 года после отъезда случилось то самое триумфальное возвращение мастера и его музы назад в СССР. Актеры-таганки истосковались по талантливому руководителю и мечтали снова блистать в его постановках. Оказалось, у семьи Любимовых были другие планы. В 90-е годы, когда вся страна сбесилась, кругом какие-то приватизации, никто толком не знает, что это такое. У нас, когда проскочило вея, что Юрий Петрович собирается приватизировать театр, первое, что было, что он нас всех выгонит и бросит. Актеры не могли узнать своего кумира. Им казалось, если за границу уезжал вдохновленный гений, то вернулся, по их мнению, хладнокровный делец. Мне нужно только вот 10 человек, но акции у них пусть будут. А вообще мне театр уже вот достаточно, не нужен. Так сказал, да. Ему нужно было получить здание, чтобы Каталина могла грести в бабке. Он заразился от нее какой-то жуткой меркантильностью. Даганку стали сотрясать скандал за скандалом. В июне 2011-го на гастролях в Праге актеры не получили гонорар за спектакль. В присвоении денег публично обвинили любимого и его жену. И прискорбно очень для меня, что в прессе появилась все-таки искаженная информация. И потом это повторялось, повторялось без конца. То, что произошло в Праге, это несмываемый позор с данных актеришек, конкретно, которые подняли скандал. Это они опозорили не только себя, но и русский театр. Они угробили себя как личности. Интересы семьи Любимовых были соблюдены, но скандал поставил точку в истории прославленной Даганки. Назад в историю не вернешься, но, конечно, Юрий Петрович был бы еще более великим не только режиссером, артистом, но и человеком, если бы он шел с театром до конца. Спустя три года, 5 октября 2014 года, страну потрясло известие. Великого мастера театра Юрия Любимова больше нет. Я очень переживала, потому что я видела, что Юрий Петрович не щадит себя и слишком много работает. И при этом напряжении, конечно, так продолжаться без конца вечно не может. И, в общем-то, случилось то, что случилось. Попрощаться с Любимовым пришли все, и друзья, и враги, как будто хотели использовать последний шанс для примирения. Я помню, как она сидела, и это настоящая древнегреческая трагедия. Как она смотрела вот так вниз, но видела всех, кто подходил каким-то образом. И когда пытались приблизиться эти негодяи, мерзавцы, она делала вот такой жест моментальный, который их как волной отбрасывал, этих негодяев. Кем была эта роковая женщина в жизни великого режиссера? Он сам часто называл ее неукротимой. И Каталин действительно неукротимо стремилась продлить жизнь своего супруга. Юрий Любимов дожил до 97 лет. И, несмотря на громкие скандалы последних лет, он так и остался гением 20 века. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова